Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Светлана, и здесь мы обсуждаем парфюмерию. Сегодня вы видите, что я в восточном образе деловой женщины, и это поможет сказать о том, что мы сегодня будем говорить о восточных ароматах, а точнее мы будем говорить о копиях, которые произведены нашими дружественными восточными парфюмерными соседями. Итак, я знаю, что скоро время подарков, вы все хотите сделать всем приятное, вы хотите купить какие-то любимые парфюмы, их безумно тяжело достать, они безумно дорого стоят, и поэтому я создала этот выпуск, я проделала огромную работу, я перелопатила очень много чатов во фрагрантике, я посмотрела множество роликов на ютубе, чтобы сделать эту подборку, потому что мне самой стало интересно, насколько эти копии стоят нашего времени, нашего внимания, потому что, как я уже убедилась на своем опыте, некоторые копии действительно достойны внимания и могут даже в чем-то обходить своих прототипов по стойкости или по нотам, даже такое бывает. Итак, я хочу начать с нашего самого нестойкого аромата, который все мы безумно любим, но стойкость которого нас очень расстраивает. Это Dolce & Gabbana Light Blue, я говорю об оригинале, открывается зеленым яблоком, здесь безумно красивые белые цветы и такая легкая база, там есть кедр, кедр, мускус, амбра, это все очень легкое и прозрачное. Вот это небольшая, легкий оттенок зеленого яблока сверху, конечно, делает этот аромат неповторимым. Здесь также есть и лимон, и колокольчик, красмин и белая роза. Вот такая красота. Очень красивый, мне он всегда нравился, им я просто обливаюсь на лето, обливалась. И меня очень расстраивала стойкость, потому что мне, так как он мне очень нравится, я хочу его постоянно себе слышать, и это практически невозможно. Но теперь появился такой парфюм Tag Her. В детских играх Tag Her обозначает задеть, чтобы тот начал водить. Теперь водит Tag Her. В общем-то, не так страшна упаковка. Вы видите, такой как будто под рептилию флакон. Это стекло крашеное. Симпатичный флакон. Ну, достаточно увесистый. Да, не знаю, насколько это носибельно. Но вот теперь мы все можем заменить Light Blue на этот чудесный аромат. Здесь есть отличия. Здесь вот этого яблока, вот этого неповторимого начала, которое есть в Light Blue, здесь нет. Здесь как будто сразу все идет к базе. Здесь чувствуется кедр, здесь чувствуется лимон и белые цветы. Здесь нероли с розовым перцем. Цветок апельсинового дерева, жасмин, жимолость. Роза здесь сохраняется, но не белая, а обычный ирис. Ваниль, мускус, карамель, лабдан. Ну, в общем-то, забудьте про эти ноты, так как мы их все-таки сравниваем. Вот я здесь слышу древесную базу. Древесности здесь нет, а вот чувствуется как будто кедр. Поэтому меня смущает эта пирамида, которая здесь. И что хочу сказать. Вот это Tag Her, и здесь Light Blue. И вот если в начале, конечно, вот это яблочко, оно здесь есть, через чуть-чуть, через 10-20 минут его уже не будет. И остается вот эта цветочно-кедровая база. Вот цветочно-кедрово-лимонная, вот так. И вот они сейчас похожи. Вот сейчас они копия. Вот только яблоко уходит чуть-чуть сверху, и дальше в базе они схожи. Я не чувствую ни карамели, ни ванили, ни лабданума, честно говоря. Меня смущает эта пирамида. Я чувствую как будто здесь какую-то прозрачную древесину. Ну, напишите, кто знаком. В общем-то, я сама буду носить вместо Light Blue. По цене он за 100 миллилитров 38-40 долларов. Я не знаю, сколько Light Blue. Light Blue, кажется, стоит точно так же. Так, в общем-то, выбирать вам. Ну, очень приятный аромат. Очень мне понравилось, что Light Blue хотят копировать и хотят, чтобы мы им пользовались. Потому что сами Dolce & Gabbana не торопятся исправлять эту... Эту несправедливость в виде плохой стойкости. Также, если мы говорим о Letty, давайте поговорим о красном малахите, об Armani. Это Тубероза, Тубероза, Тубероза в открытии, в сердце и базе. Это красивый, белоцветочный, светлый аромат. Мне здесь Тубероза пылит. Либо Тубероза, либо Мироли. Здесь так же есть и розовый перец, и ланг, жасмин, самбак, бензоин, Кашмиран и амбра. Красивый, белоцветочный. Чуть-чуть мне пылит Тубероза, но даже вот с такой пыльной Туберозой аромат приятный. Он очень светлый, женственный, очень нежный такой, абсолютно однозначно летний. Хочется его носить в жару. Он как будто сливается с кожей и дает какой-то такой даже кремовый оттенок. Вот это такая Тубероза. Очень нежная, сексуальная, я могу сказать. И это ружь Малахит, который на мне держится, может быть, тоже полчаса. Но у меня, как я говорила, к многим ароматам претензии по стойкости. И теперь у нас есть альтернатива в виде Приве Ружь Эмпер. Вот такой бренд. Ну, в общем-то, они очень были вдохновлены. Армани, Приве. Вот так выглядит флакон. Очень интересно. Вы видите, даже камешек повторяет. В общем-то, по стоимости он примерно 20 долларов, 20-25 где-то так. Ну и абсолютно та же Тубероза. Ну, правда. Абсолютно та же. Нежный аромат, бело-цветочный. Внизу чувствуется амбра. И, скорее всего, здесь вот этот есть красный перец сверху, розовый. Женственный, нежный, прекрасный. Ну, если ваша дочь любит Армани Приве, купите этот. Вот сейчас сравниваю. Вот это Приве Ружь. И вот это оригинал. Раскрытие чуть-чуть, вот чуть-чуть, не раскрытие, а вот начало звучания, рисковатое. Ну и все. То есть потом абсолютно идентичное Тубероза, очень нежный, кремовый аромат. Очень красивый. Точно так же смешивается с кожей. И по стойкости, честно говоря, не могу вам сказать. Я его не так хорошо разносила. Напишу вам под роликом, когда я поношу его. Ну, в любом случае, даже если его стойкость не такая высокая, хотя, мне кажется, она лучше, чем у оригинала, потому что Армани стойкостью не славится, его обновлять не так дорого, как Армани Приве, согласитесь. Вот такой аромат Приве Ружь. Следующий любимец, да, это флёр-наркотик. Флёр-наркотик открывается личи, и дальше там пионы роза, да, в виде петалии. Цветок апельсина, жасмин, и в базе мох с мускусом. Ну, в первую очередь, это, конечно, мускусный аромат. Чувствуются розы и пион, и личи, конечно, дают сочность, свою такую фруктовую ноту. Очень нежный, очень красивый аромат, на мне он держится, ну, минут 15. Но мне очень нравится такой профиль. Я решила этот вопрос, я приобрела себе Валайю, я выставлю фотографию Валайя от Parfum de Marly. Там тоже парфюмер Quentin Bish, и там другая чуть пирамида, но тоже направление, и там он держится гораздо дольше. Вот. Такой же прозрачный, нежный, красивейший аромат. Ну, и ему нашлась замена в виде шахзада, луксадор. Всё. В общем-то, что хочу сказать. Так выглядит этот флакон. Да, он не выглядит, как будто он копирует. Ну, в принципе, такое направление всегда существовало. Ну, вот первая секунда проходит, когда аромат набирает оборот, набирает воздуха, и там вот точная копия. Но вот я не слышу разницы, понимаете? И этот аромат на мне играет, ну, 4 часа точно. А дальше я уже не знаю, потому что после 4 часов я уже начинаю брызгаться другими. Вот такой аромат. Так, на коже он, конечно, лучше звучит. Там есть и личи, там есть и... Меня, в принципе, не очень интересуют пирамиды, потому что идентичные ароматы. Я не знаю, что они там пишут, каким образом. Но здесь те же ноты. Личи, персик, пион, цветок апельсина, жасмин. Отсутствует питалия. А вот в базе тоже мускус, древесные ноты, дубовый мох. Ну, для меня идентично. Вот, идентично. Я всем могу рекомендовать. Он стоит 30 долларов за 30 миллилитров. Если вам нравится это направление, то, пожалуйста, берите. Он гораздо лучше по стойкости. Тоже направление. Но если у вас очень развит нос, если вы Quentin Bish, вы, скорее всего, заметите какую-то разницу. Но вот я не Quentin Bish, я разницы не вижу. Честно вам признаюсь. Я уже вам рассказала про Длину Эксклюзив. Да? Красивейший аромат, который нас всех сразил. Это такой аромат, который активирует нашу девочковость. Вот, когда мы одеваемся в такое розовое, идем на Барби с девчачьими компаниями. Вот в нем как-то себя чувствуешь какой-то очень женственной, такой игривой девчонкой. Вот такой аромат для меня. Здесь роза и ут. Это Длина Эксклюзив. Да, открывается Сличи. Дальше роза с ладаном. И там дальше ут с амброй. Он очень мягкий, сочный. Есть и кислинка, и роза с ладаном красиво играет. Очень красивый аромат. Сочный, нетрадиционный ут с розой. Мы уже об этом разговаривали. И вот его копия, которой я предпочитаю пользоваться, потому что стоит не так дорого. Клабдоний Эмпериале. Вот, как я говорила, разница только вот при распрыскивании. Он чуть-чуть порезче. И дальше Длина Эксклюзив. Ну вот у меня, вы видите, что я с отливантами. Я сравниваю все с оригиналами, и я не вижу разницы. То есть, на мой взгляд, это прекрасные подарки. И также, если, ну, по каким-то причинам вы не можете сейчас позволить себе флер наркотики, который, ну, безумных денег стоит. Причем, с его стойкостью я даже не вижу смысла покупать, то это прекрасная альтернатива, я считаю. Для себя я точно буду пользоваться Клабдоний Эмпериале вместо Беллины. Скажу почему. Потому что дорогие флаконы я не люблю брать на лыжи, потому что с чемоданом может случиться все, что угодно. Во-вторых, в ванну, в отеле могут ворваться дети и все разгромить. Это мы уже проходили. То есть, дорогие флаконы я не люблю брать с собой в путешествия, хотя я это все равно делаю. Но вот на лыжи я точно, абсолютно, однозначно его возьму. Также аромат, о котором мы говорили, это Латафа Удфо Глори, который считается клоном Удфо Хэппинес. Но он не клон, но тем не менее, я о нем сейчас решила поговорить. Чтобы еще раз напомнить, что он есть. Его стоимость примерно 30-40 долларов. И здесь единственная разница. Здесь добавили почули в сердце, а здесь почули только в базе и Уд в сердце аромата. Как я уже говорила, здесь есть и шафран, и мускатный орех. Я его обожаю, этот аромат. И вы помните, что в прошлом году я его не могла купить, потому что он стоил, извините, 450. 400 долларов. Когда выходят новые ароматы, они стоят так. Сейчас в два раза дешевле. Обратите внимание, насколько влияет актуальность аромата на его цену. И Удфо Глори считается копией. Однако здесь Уд в центре, в сердце и в базе, и почули в сердце и в базе. На мой нос он более удово-почулиевый, если так можно выразиться. И он очень красивый. Они не абсолютные клоны. Для меня это два похожих аромата. Понятно, что Лотафа вдохновлялась, но тем не менее, это не идентичные ароматы. Хотела обратить внимание, но они одинаково прекрасны. Удфо Грэйнесс менее удовый, менее почуливый. И вот Удфо Глори более удовый, более почуливый. Удфо Грэйнесс помягче. Так, теперь следующий клон Эниссио. У меня нет оригинала. У меня нет оригинала. По всем отзывам, по всем отзывам и по пирамиде, я заказала оригинал, он не пришел. И так как я уезжаю, а ролик надо было снять, к сожалению, у меня нет с чем сравнить. Но это единственный. Вот, Инфини Роуз. Он стоит порядка 25 долларов. Инфини Роуз, точная копия Atomic Rose от Эниссио. Точная копия. По пирамиде там роза с амброй, открывается розовым перцем. Дальше болгарская роза, турецкая роза, жасмин, амбра и ваниль в базе. И у этого аромата точно такая же пирамида. То есть они реальные клоны. Ну, вы видите, и по дизайну они вдохновлялись Эниссио. Красивый розово-амбровый аромат. Если вы любите розу, если вы хотите клон Atomic Rose, опять же, это не мое мнение, это мнение многих, кто их покупал. И вот один блогер, к которому я прислушиваюсь, она говорит, что точная копия. Ну, я узнаю чуть позже Atomic Rose. Ну, очень красивый. Здесь не могу подобрать слово. Вот если вы знаете дептик, L'Ombre dans l'eau, вот там роза тоже такая. Вот. Мягкий розово-амбровый аромат. Все это скруглено ванилью, да, и вот розовый перец. Красивейший аромат. Если Эниссио очень дорогие ароматы, если вам нравится, то, пожалуйста, вот достойная копия. 20-25 долларов. Я считаю, это более чем достойно. И, как я сказала, также существует улатафы. Считается, что это копия Atomic Rose. Но, как я сказала, по пирамиде здесь добавили уд. И это уже не амброво-розовый аромат, розово-амбровый аромат, а это уже роза и уд. Очень красивый. Такой томный, такой загадочный, мистический. Я бы сказала, что это больше похоже на ДНК-эниссио. Вот здесь такая база, больше эниссио. Но, если инфинироз больше копия, чем Atomic Rose, это значит, что этот аромат не так сильно похож на Atomic Rose. Вот. И ноты другие. Поэтому я его рассматриваю как отдельный аромат. И он мне очень нравится. Он порядка 35 долларов стоит. То, что я видела. И, ну, он мне нравится больше, честно признаюсь, чем Infini Rose. И это значит, ну, по всем отзывам, скорее всего, он мне понравится больше, чем Atomic Rose. Клон от Angel's Share. Вы знаете, Angel's Share это бочка. Наполненный коньяком, да. Это дуб, размоченный вот этим коньяком, насыщенный корицей. Там есть еще ваниль и корица, и пралине, и бобы тонко. В общем-то, потрясающий, праздничный, сияющий, такой очень красивый аромат. А я его обожаю и даже не могла себе представить, что на него возникнет клон. А на него возник клон. Я решила ставить в коробке, потому что безумная красота. Смотрите, бум. Вот, смотрите, какая красивая презентация. И здесь даже золотой, вот такое золотое зеркало. Вот такая презентация. Смотрите, какой тоже стакан, да. Как будто это хрустальный такой стакан для виски. И я попробовала. И это Никлон. Он вдохновлен. И если вы посмотрите ноты, ну, это, конечно, поразительно. Они похожи, они в той же направленности. Но здесь нет алкоголя. Представляете? Вот всю эту алкогольную сладость заменяет сладость фиников. Если вы можете это представить. Это очень красивый аромат. Он очень праздничный. Так же, как и Angel's Share. Вот по настроению они торжественные, они праздничные. Сладкий, амбровый. Также есть корица и пралине. Но вместо вот этой сладости, вместо этой алкогольности, здесь вот финики как-то так вплетаются. Здесь также есть бобы тонко, бензоин, амбервуд, мира, окиголовуд. Ваниль. И так же сюда добавили мускатный орех. Такой амброво-специевый, финиковый и очень красивый. Вы знаете, неожиданно, я не думала, что он мне так понравится. Я думала, он будет намного грубее. А он очень, очень хорошо скроен. Вот прямо, я не могу сказать, что это клон, но он в том же направлении. Абсолютно однозначно есть вдохновение, да, но в том же направлении. Я также его считаю отдельным ароматом. Красный аромат, это будет прекрасным подарком. На все праздники мы можем носить. Он тонкий, совершенно не восточный, не арабский, как и все остальные. Вы видите, что они совершенно не в арабском каком-то стиле сделаны. Еще один аромат, друг нашего Уд Сатин Муд, точнее копия, родственник Уд Сатин Муд от Франсиса Курджана. И вы видите коробку. Вот она, коробка, но совсем не очевидно, совсем не очевидно. Барок Сатин Уд. Это Мазон Аламбра. Такое оформление. Услышала я у блогера, что это точная копия Уд Сатин Муд. Ну, в общем-то, Уд с розой они умеют делать. Ну и... Нет, ну... Да, он все-таки более прямолинейный и более сладкий. Но вот в шлейфе этого не будет видно. Здесь вот в оригинале есть какая-то более дорогая горчинка, более дорогое звучание Уда. Здесь это более даже... Вот как будто не масляная роза, как здесь, а как будто вареньевая роза. Роза здесь попроще звучит. В принципе, в шлейфе, я думаю, заметить будет нельзя. Но есть отличия, сразу скажу. Несовершенная копия, но тем не менее, об этом аромате говорят. Стоит он порядка там 25 долларов. Почему бы не иметь в запасе? Тем более, вы видите, что я этот аромат ношу очень редко. Можно его иметь на выход, так сказать. Еще одна новинка, и она стала новинкой этого года, насколько я поняла. Paris Corner. Новый бренд. Сделано в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот такой красивый конь. Посмотрите, какая красивая упаковка. И, в общем-то, это красота. Смотрите. Красота. Это для любителей древесно-амбровых ароматов. Здесь также есть нота вишни. Вы знаете, что я вишню не очень люблю. Но она... Да, вот здесь вишня. Она потом уходит, потому что она в верхах находится. Здесь много нот. Я смотрела пирамиду. Здесь богата очень база. Здесь и амбра, и сандал. И смолы есть. Но вот что остается на коже, это такая древесная амбра. Здесь ваниль есть. Он такой... Хотя написано, что это для мужчин аромат. Вот за счет этой ванили и сладкой вишни. Для меня он абсолютно женский. И потом, значит, на коже все это волшебство развивается, развивается. И остается такой древесно-амбровый, очень приятный аромат. По шлейфу я не поняла, насколько я понимаю, он сидит близко к коже. Я его разнашивала несколько дней. И так как у меня нет возможности проверить шлейф, я его чувствовала только когда так нюхала то место, куда нанесла аромат. То есть по стойкости у меня есть вопрос. Но попробуйте, если вы любите такие не слишком назойливые ароматы, вот вам может понравиться этот аромат. Вообще он красивый. Мне нравится именно какая здесь база. Вот такой древесный, почти свежее дерево. И амбра. Вот такое ощущение у меня остается. Здесь, кстати говоря, в базе есть уд, ваниль, бензоин, сандал, почули и мускус. Также здесь есть и корица, и майская роза, и дамасская роза, и цитрус. И шоколад, и вишня, и даже мед, и лист сабака. Но, несмотря на это богатство нот, он звучит достаточно тихо. И, как я сказала, вот на коже он остается таким свежим деревом с амброй. И его сравнивают с Invite Only Amber от Каяли. Я помещу сюда фотографию. Вот его с ним сравнивают. Я, к сожалению, не знакома с оригиналом. Но о Каяли у меня впечатления такие, что не стоит тратить на него время. Но, к сожалению, стойкость там 30 минут, и все. Несмотря на то, что и парфюмер Оливье Кресп, но и у Акро, там, где он тоже работает, тоже стойкость такая же. Поэтому я не взаимодействую с этим брендом никак. И вот этот аромат похож на Каяли Invite Only Amber. Если вам нравится такая красивая амбра с древесным таким потоном, то обратите внимание, он очень красивый, красивая презентация. И он вполне женский, несмотря на то, что везде указано, что он мужской. Следующий аромат от Латафы в таком же оформлении, как вот и эти, Удфа Глори и Аметист. Это Сюблим, Саблайн. И заявлена здесь фруктовость, сладость, сочность. Открывается он здесь яблоком, личием, розой. Здесь также есть слива, жасмин, пачули, смох с мхом в базе. Сочный, яблочно-фруктовый. Вот кто это любит? Мне кажется, вот на зиму очень классно, в морозы. Он не приторный, очень приятный. И заявлено, что он похож на Каяли. Я только что сказала, что я с ним не взаимодействую, но у меня была еще попытка. У меня вот такой малышок, Эден Джуси Эппл. Это тоже аромат о яблоке. Сейчас сравним пирамиды. Здесь красное яблоко и личи, черная смородина, розовый грепрут, лесные ягоды, цветок малины, жасмин, майская роза. И в базе и сахар, и мускус, и ваниль. В общем... Слушайте... Ну, он даже послаще. Теперь сравним этот и этот. Так, еще свежим. Да. Ну, очень похоже. Одно и то же, честно вам скажу. Пирамиды разные. И яблоко разного цвета. Там черная смородина есть, здесь нет. Там еще лесные ягоды и малина. Здесь меньше пирамида. Но, тем не менее, она очень сладкая, яркая, сочная. Но, очень похоже, действительно. И стойкость, поверьте мне, вот у этого бренда очень хорошая. Вот, поэтому, если вы любите Эдин Эппл, он мне очень, я помню, нравился. Нравился, но всегда расстраивала стойкость. У этого аромата стойкость хорошая. Он очень яркий, сочный. Мне кажется, на все новогодние, зимние праздники, даже днем, его будет приятно носить. Еще один аромат от Латафа. Тоже в такой коробке, но уже белого цвета. Honor and Glory. Честь и достоинство. Да, честь и достоинство. Уберу коробку. Сегодня у меня полураспаковочный день. Кто-то меня просил снимать больше распаковок. Я исправляюсь. Так. Значит, открывается это все ананасом с кремом брюле. Если вы можете себе это представить. Корица, бензоин и куркума, и черный перец, ваниль, кашмиран, сандал и мох. Ну, он сладкий, фруктовый. Здесь много фруктовой сладости. Очень сладкий. Мне кажется, без мороза он будет... Ну, он прямо на мороз, на новогодние праздники. Очень праздничный такой, радостный. Достаточно настойчивый. Если вы не любите вот фруктовые, сладкие такие ароматы, вам не понравится. И его сравнивают, его сравнивают с Apple Brandy от Killian. Там тоже есть ананас. Но там другая пирамида, конечно, я бы не сравнивала. Но что-то есть похожее, что-то есть. Здесь, конечно, менее это все сладко-притерно. Здесь больше начинается все с кардамона. И дальше яблоко тоже дает такую свежесть даже. И ром с бренди, ананас, ваниль, мох. Он здесь, конечно, несмотря на то, что он тоже сладкий и фруктовый. Но он не притерный. Но у него поблагороднее звучание. Ну, вот такой аромат. Не могу вам его советовать. Для меня это очень сахарно, очень сладко и приторно. Но, опять же, если вы идете на какую-то вечеринку, может быть, вы будете в таком настроении, вам подойдет. Ну, не могу посоветовать, потому что на мой вкус совсем нет. Но, однако, я знаю, о нем говорят, он многим нравится. Я не могу его сравнить с Apple Brandy. Ну, единственное, что там есть ананас. Но нет, совсем не похож. Вот. Это был последний аромат. Пожалуйста, пишите, с какими из этих ароматов вы уже знакомы. Как вы относитесь к клонам? Пользуетесь ли вы ими? Хорошая ли эта идея для подарков? Какие клоны вы еще знаете? Все пишите в комментариях. Давайте общаться. Вы видите, что некоторые клоны мне очень понравились, почти идентичны. Некоторые совсем нет. И есть частичные клоны. Да, то есть все варианты рассмотрены нами. Я еще буду экспериментировать с арабскими парфюмами. Их у нас великое множество. Не будем забывать, что наш любимый амуаж тоже оттуда. Поэтому не надо пренебрегать этими странами, в традициях которых парфюмерное дело существует тысячелетиями. Так что будем дальше исследовать. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Всех люблю. Всем здоровья и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok